Крайфутбольный сегодня подводит итоги детского турнира «Легенды Кубани». Соревнования, в которых участие приняли 40 лучших детских команд нашего региона, завершены. О главных финальных матчах наш рассказ. Вспоминаем в первую очередь, как все начиналось. А начиналось все с зональных этапов практически в каждом по шесть участников. Игроки в командах не старше 12 лет, первый раунд групповой, далее встреч, за те или иные места, лидеры групп разыгрывали право оказаться в финале. Первыми туда попали футболисты из Каневского района. Они оказались сильнее оппонентов в матчах в Ейске. Сначала на групповом этапе обграли команду из Приморска-Ахтарска, затем справились с крепкой дружиной из Щербиновского района, а в решающей встрече сошлись с хозяевами этапа. Началась игра удачно для Ейска. Егор Назаренко развил контратаку, убежал от преследователей и пробил мимо вратаря. Но во втором тайме гости ход игры переломили. Александр Демин, Владислав Разгон, Никита Юрченко и Степан Приворотный. Вот авторы голов. 4-1 коллектив из Каневского района в финале. Далее легенды переехали в Анапу, и там сильнее всех оказались представители Новороссийска. В первом матче группового этапа воспитанники черноморца со счетом 4-0 обыграли хозяев соревнований. Затем забили два безответных мяча в ворота дружины из Славянска на Кубани. В финале также два гола, также в исполнении новороссийских ребят. Соперники геленджичане остаются вторыми. В Лобинске на следующем зональном этапе сильнее всех оказались футболисты из Майкопа. Начала турнир единственная команда, которая представляла не Краснодарский край, с крупной победы над Мостовчанами 3-0. Продолжила ничейным результатом в матче с хозяевами соревнований. Для выявления победителя группы «Б» пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей. Она лучше оказалась у коллектива из Адыгея. В финале ему пришлось сразиться с командой из Абширонска. В первом тайме майкопчане забили один гол. Во втором отличились еще дважды и оказались в решающем раунде. Туда же чуть позже пробились юные армавирские футболисты. Они смогли одержать победу на зональном этапе в Кропоткине. Первое место в группе досталось, опять же, благодаря лучшей разнице забитых пропущенных мячей. В битве за первое место армавирцы сошлись с местным, кропоткинским коллективом. Хозяева отличились первыми на седьмой минуте. К перерыву гости смогли счет сравнять. А во второй половине встречи забили победный мяч. Перебираемся в Усть-Лобинск. В нем за победу сражался местный коллектив, а также ребята из Кореновска, Калининского, Красноармейского, Денского и Выселковского районов. Команда из станицы Старо-Нижестеблиевская оказалась сильнее всех. В своем дебютном матче она со счетом 6-0 разгромила соперников из Кореновска. Затем победила дружину из Калининского района 2-0. В финальной битве против команды из Выселок исход решил единственный гол, который в первом тайме забили игроки из Красноармейского района. Следующий этап – станица Павловская. И в отличие от предыдущих зональных соревнований, здесь за победу боролись 5 команд. На группы их решили не делить, сыграли по круговой системе, каждый участник сразился со всеми соперниками. Так получилось, что завершающий матч стал решающим. В нем сошлись хозяева и коллектив из Тихорецка. Павловчанам для того, чтобы стать первыми, необходима была только победа. Оппоненту достаточно было ничейного результата. До перерыва зрители забитых мячей не увидели. Зато во втором тайме хозяева порадовали местную публику, смогли один раз отличиться, удержать нужный счет и оказались в финале. Туда же в итоге попали представители Сочи и воспитанники резерва Краснодарского урожая. Финальная восьмерка краевого турнира «Легенды Кубани» на ваших экранах. По итогам жеребьевки в группу «А» попали команды из Армавира, Майкопа, Краснодара и Каневского района. Спрогнозировать, кто окажется в финале, а у кого, например, не получится удачно выступить, невозможно. Так что давайте смотреть. Начался финал турнира с матча между воспитанниками футбольной школы Армавира и их майкопскими сверстниками. Старт получился безголевым. Ни те, ни другие не смогли забить. Хотелось соперникам свои ворота на старте оставить на замке. Получилось. И те, и другие признали результат закономерным. Доволен, потому что 0-0. Не пропустили, не проиграли. По игре у Армавира было больше преимущества. Они по игре вели. Выиграть чемпионат хотим. И все. И поехать в Сочи. Представители хозяев соревнований Краснодарского урожая начали групповой этап с битвы против футболистов из Каневского района. Именно битвы, потому что сильнейшего в этой встрече определить также не получилось. Желание соперников начать турнир с удобного результата чувствовалось. Но в этой игре, в отличие от предыдущей голы, зрители все-таки увидели. Первыми отличились гости. Кирилл Дьяконенко открыл счет во втором тайме. Ответили хозяева довольно быстро. Всеволод Гвоздев принес своей дружине одно очко. Столько же по итогам первого тура было у всех участников квартета А. Ну, я недоволен, потому что мы мало забивали. Реализация плохая была. А так мы вели игрой, контролировали мяч. Второй тур в группе А принес, наконец-то, первые победы и первые поражения. Краснодарцы встретились с представителями Армавира. На поле сошлись воспитанники двух футбольных школ-клубов, которые выступают на профессиональном уровне. Точнее, удачливее и сильнее в итоге оказались хозяева. Но в первом тайме ни они, ни их соперники огорчить друг друга не смогли. Все самое интересное произошло во вторую 15-минутку. В ней сначала дважды отличились хозяева. Гости смогли ответить лишь один раз с пенальти. 2-1, победа урожая. Мы просто не реализовали свои моменты. Было много моментов. Кто-то не забивал, не попадал. Ну, мы, так сказать, не реализовывали, не смогли. Виновата вся команда. Нет у нас одного, кто-то виноват. Мы видим только свою команду. С минимальным перевесом, перевесом в один мяч, завершилась и вторая встреча второго тура. В ней забит был всего один гол. Его автор Джамбулат Шиуджен из Майкопа. Футболисты из Каневского района отыграться пытались, много атаковали. Однако отличиться не получилось. Команда из Адыгеи взяла верх. Соперник был хороший. Было трудно с ним играть. У них было много моментов, которые не могли реализовать. Но наш братарь не давал им забивать голы. Но то, что я забил гол, этот гол случайно вышел, потому что меня уже соперник почти переиграл. Я в последний момент успел доздать мяч и ударить в ворота. Для того, чтобы побороться за медали «Легенд Кубани» и ребятам из Каневского района, и представителям Армавира, нужно было обязательно побеждать. Матч за золото уже не светил, первое место в группе уже было занято. А вот для того, чтобы оказаться на втором и сразиться за бронзу, нужно было самим выигрывать и ждать осечки одного из конкурентов в параллельной битве. Одну из задач футболисты из Армавира выполнили на отлично. Забили пять безответных голов в ворота каневчан. Решение второй задачи зависело уже не от них. Все вышли, хорошо сыграли, ну то есть забили много, пропустили ноль. Ну, я как бы скромняга, конечно, но я пытался как-то тащить. Ну, получилось несколько раз, смог, ну, был уверен в себе. В последнем матче в группе «А» определялись участники матча за золото. Победитель отправлялся в финал, ничейный результат устраивал краснодарцев. Они опережали бы майкопчан за счет большего количества забитых мячей. Казалось, гости обязаны были нестись на всех парах вперед, но не получилось. Первый гол хозяева забили в самом начале игры, отличился Ефрем Гордиенко. Затем до перерыва еще раз коллектив из Адыгея огорчил Всеволод Гвоздев. Едва стартовала вторая половина, и вот уже 3-0. Егор Зыкин отправил мяч в ворота. Разыгравшиеся воспитанники резерва урожая до финального свистка еще дважды огорчили оппонента. 5-0 краснодарцы в финале. Мне кажется, что получилось у нас все, что мы можем. Мы забили 5 голов, не пропустили ни одного. Я рад, что я забил один гол. Что я еще могу сказать? То, что мы играли хорошо в пасхе, на тренировый мяч. Много били по воротам, но эти удары у нас не получали. Майкопчане всего лишь третьи, то есть впереди у команды из Адыгеи была встреча за итоговую пятую строчку. За бронзу предстояло сразиться коллективу из Армавира. В группе «Б» сыграли команды Новороссийска, Сочи, Красноармейского и Павловского районов. Опять же, предугадать, кто на каких позициях окажется в итоге невозможно. Соперники встречались впервые, оттого интереснее за встречами этими было наблюдать. Успешно сложился стартовый матч для команды «Олимпиец» из Красноармейского района. В стартовом матче ей противостоял коллектив из Новороссийска. Оба тайма закончились с одинаковым счетом 2-1, а общий итог противостояния 4-2 в пользу представителей станицы Старо-Нижестеблеевской. Дублем в составе победителей отметился Никита Аносов, по разу отличились Алексей Балалайкин и Елисей Першин. У проигравших голы на счету Дмитрия Будника и Захара Рудых. В параллельном матче еще одна черноморская дружина из Сочи играла с командой из станицы Павловской. Встреча получилась сверхупорная, в первом тайме голов не случилось. Небольшой отдых пошел на пользу молодежи из Черноморского города. Во второй 20-ти минутке точный удар Ильи Алмазникова принес Интеру победу и три очка. Во втором туре группового этапа павловчане снова уступили. Первая 20-ти минутка игры против Олимпийца завершилась в ничью 1-1, а после перерыва футболисты из Красноармейского района дважды поразили ворота голкипера из Павловской и победили со счетом 3-1. Игнат Дыбля, Иван Войтович, Никита Аносов – авторы мячей в составе триумфаторов. Единственный точный удар у проигравших нанес Илья Якунин. Захватывающей получилась Черноморская дуэль. Сочинский Интер против Новороссийского Черноморца. Стартовая 20-ти минутка победителя не выявила. Команды обменялись забитыми мячами и ушли отдыхать. После перерыва футболисты из Сочи подобрать ключи к воротам соперника смогли еще дважды. А вот у ребят из Новороссийской огорчить голкипера оппонентов не получилось. 3-1, второй успех Интера в группе и уже шесть набранных очков. Представители Новороссийска горели желанием реабилитироваться за две неудачи и в последней игре с против Павловского района набрать драгоценные очки. И вновь в четвертый раз подряд в группе Б первый тайм завершился в ничью 0-0. Во второй половине встречи забито два гола. Оба на счету футболистов из Станицы Павловской. Илья Герус и Андрей Клименко обеспечили своей команде третье место в группе и отправили соперника на четвертую строчку. Центральным матчем группового этапа стала встреча сочинского Интера и Олимпийца из Красноармейского района. Матчи за первое место всегда проходят в напряженной борьбе, не стал исключением и этот. В первом тайме был забит один мяч, его провели воспитанники сочинской футбольной школы. Во втором игровом отрезке атаки курортного коллектива привели к взятию ворот соперника дважды. Олимпиец на это смог ответить лишь один раз. 3-1, победа Интера, заслуженная путевка в финал, а красноармейские ребята получили право побороться за бронзу соревнований. Решающий матч турнира «Легенды Кубани» прошел на главной арене стадиона «Кубань». Краснодарские урожаи и сочинский Интер сыграли по правилам взрослого футбола. На все поле 11 на 11 долго забитых мячей ждать не пришлось. На седьмой минуте Артем Игнатов дальним ударом вывел хозяев вперед. Гости ответили опасными контратаками, однако отличиться не смогли, а вскоре хозяева снова забили. Ростислав Воронин пробил и заставил вратаря гостей ошибиться. 2-0, с таким счетом завершился первый тайм. Как соперника мы не знали, и по ходу игры мы уже смотрели, где перестроиться, как лучше сыграть. Но хочу отметить, что мы всегда играем в свой футбол и по большому счету не опираемся на слабые или сильные стороны соперника. После перерыва команда в желто-зеленом оборотов не сбавила. Сперва Никита Бойченко сделал счет разгромным 3-0, затем этому же футболисту удался красивый дальний удар. Гол Никита отпраздновал оригинальным танцем, а счет стал 4-0. Интер откровенно поплыл и в результате еще дважды пропустил. Итоговый счет финального матча 6-0. Урожай 2006, первый чемпион турнира «Легенда Кубани». Помимо золотых медалей и кубка, краснодарцы получают специальный приз – поездку в Сочи на матч Лиги наций «Россия-Турция». И смотрим на итоговую таблицу исторического турнира. Воспитанники краснодарского урожая выиграли первое соревнование. Сочинский Интер остановился в шаге от победы. Третья строчка досталась юным футболистам из Красноармейского района. Четвертые – воспитанники школы Армавира. Пятая итоговая позиция за павловчанами, шестые – майкопчане. Каневской район стал седьмым, и восьмое место заняли молодые представители новороссийского черноморца. Через неделю мы вновь расскажем вам о том, что происходит на футбольных полях Кубани. Посмотрим, как проходит чемпионат нашего региона, познакомимся с главными его героями. Смотрите «Крайфутбольный». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова